здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я вам показывал и вязал вот такие стримерочки которые называются друзья их обозвали курочка как вы видите этот стример немножко отличается тот который я хочу предложить вам будет еще немножко отличаться довольно таки удачная модель которую используют не только на хвостовики но и мои друзья спиннингисты друг мне вот принес такие крючки и попросил уже проверенные я ему изготавливал стримера на таких крючках от величины нашего меха используя вот допустим как вы видите здесь большая величина крыло одно здесь крючок такой же но крыло больше и наш стример имеет более большие габариты давайте приступим немножечко нанесем клея перед креплением нитки и других материалов стример можно изготавливать как в очень дешевом варианте так и с использованием хороших качественных материалов но от этого его ловистость не страдает мы сейчас с вами изготовим тот вариант который меня попросили так как у моего друга расходуются этих стримеров столько сколько я как говорится и за год не смогу расходовать я отрезал вот совсем небольшой вот такой кусочек упаковочной ли пленки которая хорошо подходит для этих целей подхватываем ее вот так нитью подтянули она у нас принимает хорошую форму нашего цевья проматываем вот такими небольшими шагами доходим до загиба и приблизительно до середины загиба приматываем наш люрец для того чтобы несколько крепче был наш стример невзирая на то что мы его будем с вами садить все на клей я беру вот такой кусочек медной проволоки ну где-то до 0 1 какая точно толщина не могу вам сказать но желательно так чтобы не было толщина проволоки толще половина нашего нашего крючка толщины его цевья закрепим здесь нашу нить чтобы она не убежала буквально миллиметров 5-6 до загиба и наносим теперь уже по всей плоскости где мы будем с вами наматывать наш люрец немножечко клея супер клей обычный я про него уже вам рассказывал и как вам будет удобно в любую сторону в какую вы только сами выберите для себя начинаем осуществлять обмоточку пленка довольно таки хорошо себя ведет при намотке ее можно слегка подтягивать что не скажешь о хорошем качественном люрексе вот мы с вами приблизительно доходим до точки крепления нашего люрекса и быть где мы будем формировать с вами крыло не доходим буквально пару миллиметров может быть миллиметра 3-4 не больше подхватываем наш люрекс перелом его и остаточки отрезаем теперь для того чтобы наша ниточка не убежала я здесь всегда делаю узелочек ставим крючок в удобное для себя положение и теперь нашей проволокой начинаем выполнять сегментирование шаг выберите для себя как вам удобно это уже большой роли не играет можно использовать леску можно использовать другой люрекс хотите можете подкрасить саму эту фольгу которой мы намотали тело но я вам изготавливая его в таком варианте в котором он уже проверен уже годами пару полных оборотов делаем там где мы крепили наш люрекс закрепили проволоку и вот так и и теперь отломали на место крепления совсем немножечко нанесем клей как вы видите в этом варианте хвостик не предусмотрен в качестве крыла у меня имеется вот мех писца брюшка и лапка сама довольно таки удачный мех на самих лапках близкий по своему блеску и качеству меху белого медведя но гораздо тоньше очень хорошо искрится вот как вы видите почти как антрон довольно таки хороший мех я убираю подшерсток подравниваю волоски и как вы видите у нас вот такая кисточка получается для того чтобы мне было несколько удобнее работать я мех увлажнен для того чтобы выбрать длину крыла если попадается вот так как у меня несколько длиннее волоски можно подровнять так как мы работаем с бактейлом подбираем кисточку как я уже говорил в зависимости от величины крыла мы с вами изготавливаем величину стримера немножко совсем совсем немножечко должен наш белый хвостик так как черный наш будет значительно длиннее доходить за за край нашего загиба подровняли и берем опять наносим немножечко клея так как мех очень скользкий я беру промазываю слегка торец меха прикладываю месту крепления и притяжной петлей прихватывают наш мех вот так посмотрели все нас вполне устраивает больше не надо проматывать этого вполне достаточно теперь я беру следующий кусочек меха песца он несколько другой но качество его вернее его особенность заключается в чем что длина его волос по всей практически длине одинаково совсем совсем немножечко даже сложно вам объяснить насколько будет выглядеть толщина ну давайте приблизительно как кисточка для рисования по величине слишком большое тяжело крыло здесь не нужно примерили точно так же с вами вымерили совсем немножечко наш наше крыло должно заходить должно заходить за белое также берем наш клей совсем немножечко наносим на торец нашего меха и на место где мы крепили белое и поверх белого не рассредотачивая как обычно крыло над крылом подхватываем наш черный мех подхватили как вы видите у нас вышло вот такой формы крыло довольно таки приемлемая которая по величине нашего крючка если вы будете изготавливать несколько больше видя вот в этом фильме по пропорции что у нас длина нашего крыла составляет почти две длины нашего крючка это будем говорить уже максимально допустимое для такого крючка в качестве украшения я возьму парочку буквально вот полосочек кристалл флэш и пока клей мой еще не схватился я сперва с одной стороны и вторую с другой стороны подхватываю кристалл флэш по краям выбираем длину и остатки сразу отрезаем вот так для бородки мне друг принес вот такую пряжу это шерсть натуральная я обычно всегда перед креплением беру или намочу или слегка вот подровняю кончики но все равно я так стараюсь намочить нам тогда с вами будет легче подрезать лишнее и в то же время качественно закрепить материал переворачиваем крючок в удобное для нас положение и там где у нас будет горлышко подхватим нашу пряжу вот так этого будет вполне достаточно теперь нам остается только лишь выбрать какая будет наша величина горлышко я приблизительно оставляю ну буквально 5-6 миллиметров отрезали сейчас пока не трогаем потом можно в процессе распушить и теперь формируем головку и заканчиваем вязание я нанес капельку лака на головку еще необходимо будет ни один раз нанести распушил нашу бородочку не вот такой как вы видите стримеру чик необычный готов к работе довольно таки просто в изготовлении материалом не требует дорогих но довольно таки уловист скажу в двух словах на такие стримера были пойманы и карпы и платва за красноперку и окуней я уже не говорю щука отрезает сразу поэтому будьте добры очень аккуратненько если я щука применяйте поводок металлический благодарю вас за внимание до скорых встреч